Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 13 марта и как я уже говорила заранее в январе и феврале, что в середине марта я всегда начинаю посев для открытого грунта. Для теплицы рассада уже посеяна, вот сегодня у меня она в теплицу я и вынесла. У нас стоит на улице теплы, настоящая весна, плюс 6 сегодня. У меня ночью, правда, еще минусовая, минус 4. Будет, конечно, еще холодно, но так как мы рассаду сеем заранее, вот сегодня у меня будет первый посев для открытого грунта. И очень многие просили меня, когда я начну посев, объяснить, с каких сортов я начинаю сеять, почему именно эти сорта я выбираю, ну и все подробности о посеве. Как я сею саму технологию посева, я сниму отдельно видео, специально, пошагово, все-все-все. Если раньше я говорила немного о грунте, немного о таре, то сегодня я буду все показывать от того, какая тара, какой грунт, как делаю дорожки, как проливаю, как раскладываю семена. Точно так же, как я вчера сделала видео, ну, пошагово о посевах для выращивания в тоннелях, сегодня вот будет о посевах вот этих высокорослых сегодня я ночую. Вот если разговаривать о сортах, то, как я и говорила, в первую очередь я начинаю сеять те сорта, которые, если я с вам назову, вот буду сеять Батяня, Анжела Гигант, Любимый Праздник, Король Гигант, Инна, Кенигсберг, Хлебосольная, Пузата Хата, Загадка Природы. Как вы уже поняли из названий, это все здоровые, высокорослые, которым нужен более продолжительный период для формирования куста, для формирования плодов, для созревания плодов. Сеем их в первую очередь зачем? Просто за тем, чтобы они успевали у нас вызреть на кустах. У нас в сибирском регионе проблема, рано приходит очень осень, и если мы не посеем сейчас, отодвинем их на конец марта, можно, конечно, сеять и в конце марта, тогда не весь урожай у нас созреет на кустах, придется много зелени снимать, укладывать дома на дозаривание, это очень неудобно, половина уходит все равно в отход, крупноплодные они не хранятся долго в домашних условиях, и вот именно поэтому вот эти вот так называемые биф томаты, самые крупные, самые сладкие, я сегодня буду сеять. Но сегодня посеять можно любые томаты, сегодня я еще могу посеять, но сегодня или завтра вот демиду, клушу, ринет и москвич. Почему такая разница? Вот, казалось бы, рекомендую всем, начинайте сеять с крупноплодных, с высокорослых, а сама нарушая правила, втыкая вот этих вот карликов сюда же. Очень просто, я хочу, например, вот эти сорта посеять тоже в ранние сроки вместе с крупноплодными, но пока крупноплодные будут у меня где-то еще доращиваться в теплице или может быть даже еще и дома на стеллаже, я хочу эти высадить под пленку в тоннели, но если в тоннелях я высаживаю томаты на доращивание, я потом оттуда ее выдергиваю и там засаживаю другие томаты, то один тоннель, я хочу нынче сделать такой эксперимент, сразу высажу томаты на постоянное место, закопанные вот в этот тоннель, они там приживутся, подрастут и потом я тоннель этот открою, а они там останутся. Хочу получить ранний урожай на улице, посмотреть насколько это возможно, насколько раньше будет. И вообще многие, кто хочет посадить, выращивать под пленочкой, под пленочным укрытием, они вот в это время, в первую декаду марта или в начало второй декады марта, они сеют любые сорта, которые будут выращивать под пленочными укрытиями. Вот это вот ответ на вопрос, с каких сортов начинать, можно опять ответить так. Все очень индивидуально, с каких хотите, с таких и начинайте. Если вы высокорослые и хотите получить весь урожай, например, в открытом грунте на кустах, то нужно их сейчас уже сеять. Конечно, там придется рассаду немного или доращивать где-то в теплице, или в каких-то вот в парниках везде, потому что она будет взросленькая. И если вы хотите какие-то посеять томаты для выращивания под пленочное укрытие, тут уже не обязательно должны быть высокорослые. Это могут просто детерминатные низкорослые, а могут просто и скороспелки быть штамбовые. Сеять можно любые. Самое главное правило, если вы заняты, если у вас нет дополнительного времени, не хотите вы тратить вот на это все, на пленки, на парники, не сейте рано. Оставьте посев на конец марта. Но при этом вы должны знать, что посеяв в конце марта, например, крупноплодные, высокорослые, вы, возможно, сократите количество вот этих кистей, которые поспеют в открытом грунте, на материнском кусте. Вам придется собирать зелеными какую-то часть. Но это или одно, или другое. Или дополнительные хлопоты, и весь урожай поспеет на улице. Или без хлопот, без забот, без хлопот, но зато не все они поспеют. Это везде так. Потом. Какие томаты я оставлю в последнюю очередь на вторую половину марта? Вот. Я сказала, что я сею сейчас высокорослые и крупноплодные. И сею сейчас для выращивания в тоннелях. Я уже вчера показывала. Хотя они не высокорослые, хотя они не крупноплодные, но я их сею тоже пораньше, не в конце марта. Потому что у них будет там тормозящий эффект. Они же будут на улице, ну вообще в абсолютном холоде даже какое-то время. И у них будет отставание на 7-10 дней, чем те, которые будут не в тоннелях, а в теплице выращиваться. На конец марта оставляю засолочные сорта, которые нужны будут только осенью. Все ранние ультраскороспелые, у которых очень короткий вегетационный период, который сейчас сеять нельзя. Иначе они вырастут, зацветут, начнут плодоносить на окне. И на конец месяца оставляю ту рассаду, ну буду сеять ту рассаду, которую буду выращивать на продажу, но не в тоннелях, а в теплице. Поэтому они у каждого свое место и своя очередность. Главное с датами посева, ну про технологию посева я уже рассказала, я все покажу. Нам главное разобраться с датами посева. Тут надо выбрать золотую средину, потому что рано посеешь, рассада перерастает. Поздно посеешь зеленые, у некоторых не вызревают, особенно если в сибирском регионе, вот в таких холодных, рано приходит осень, заморозок, все, не успели поесть свежих томатов с куста. И тут нужно выбирать, чтобы не рано и не поздно. Ну вот смотрите, если я посею сегодня, 13-го, примерно 20-го она взойдет. Ну вот это вот. Ну мы примерно ориентировочно считаем 60 дней. Кто-то высаживает в 55, вот эти вот высокорослые, позднеспелые, их можно 65, даже до 70 дней. Но считаем 60 дней. Вот 20-го марта у меня будут первые петельки, считаем 20-го апреля, 20-го мая. То есть к концу мая, в последней декаде мая ей будет 60 дней. Ее, если хотите, можно высадить, например, под пленку. Если у вас более теплый регион, чем у меня, ее можно высадить прямо в открытый грунт. Если не хотите рисковать и высаживать, вот дополнительно там, ее можно доращивать где-то дома, на лоджии, на балконе, или выставлять в теплицу, или просто перевалить в больший стакан, в большую тару и высадить немножко во взрослом состоянии. Конечно, хочу заметить тем, кто вот сейчас пишет, что высаживают после 15-го июня, но если вы высаживаете 15-го, 20-го июня, значит, вам нужно смещать все-таки чуть на поздние сроки. Вот сегодня 13-е, вам, значит, раньше 20-го марта начинать не стоит сеять, 20-го, 25-го. Но при такой посадке вот эти вот высокоруслые, вот эти крупноплодные, они все-таки все не успевают вызревать. Думайте сами, когда вам начинать, или сегодня, или через неделю. И тогда, и тогда можно. Ой, гости пришла.